Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка по что-нибудь узнать о науке Бахте, потому что, как мы всегда повторяем, все остальное – это бессмысленное времяпрепровождение или всеобщий бред, какого бы это время ни было, мирное время, военное время, эпидемия какая-то происходит, перемены какие-то, все равно это бред, если это не связано с Господом, то все это на самом деле удивительный бред, причем бред только исключительно в нашей голове, потому что все зависит от того, как мы сами все это воспринимаем, потому что если мы воспринимаем это, занимаем чью-то позицию, занимаем чью-то сторону, становимся на сторону правых или на сторону левых и начинаем во всем этом участвовать, соответственно, мы находимся в этом бреду, соответственно, мы живем в этом бреду, и, соответственно, мы умираем в этом бреду для того, чтобы переродиться и продолжать жить в бреду. И хорошо, если удастся родиться хотя бы в человеческой форме жизни Скорее всего, обычно приходится рождаться в более низших формах жизни Соответственно, мы должны понять в этот момент, что каждый должен найти свою священную войну, свой джихад То есть каждый должен понять, что в прошлое Юго священная война велась между добром и злом Между хорошими и плохими Кто-то был ярко выраженным добром, кто-то был ярко выраженным демоническим началом Но сейчас времена изменились, сейчас проблема в том, что добро и зло живут внутри каждого живого существа Поэтому священный джихад каждое живое существо должно совершить внутри самого себя То есть не будет по-другому, пока живое существо само собой не разберется Все остальное это будет исключительно последствия его неудачной попытки вести эту войну Поэтому каждый должен в какой-то момент времени осознать, чью сторону мы будем занимать Будем занимать сторону своей мамоны, которая постоянно нас требует каким-то наслаждением или еще чего-то Или же мы займемся в сторону служения Господу Что есть прекрасный Господь, который всегда готов встать на нашу защиту, всегда нас готов опекать Всегда готов с нами быть как в сложные, так и в легкие времена Но вся проблема в том, что мы часто очень забываем о этом И концентрируемся исключительно на своих каких-то эгоистических интересах На каких-то своих эгоистических желаниях И таким образом мы, как всегда, тратим свою жизнь пустую Поэтому сейчас очень такое благоприятное время переосмысления У нас нет доступа к каким-то большим собраниям Мы не можем собираться все, так сказать, расфасованы по своим собственным камерам Вот, и в камерах, что еще делать в камере У нас есть друг сидит Мы как раз сегодня отправили ему какие-то там продукты Чтобы он там предлагал Господу Такая тюрьма чисто абхазская Он там проповедует что-то кому-то Вот, может сам готовить Там, то есть, просад Вот, но ему дали довольно-таки большой срок Ему дали 13 лет Вот, но он говорит, вот он вот сидел уже лет 5 Где-то так вот И он говорит, столько прекрасного я осознал в этом месте Потому что сижу со мной постоянно Там один или два человека Такая закрытая тюрьма То есть, почти не гуляют То есть, постоянно сидит он Наш друг Джонардан отвозил ему Говорит, полностью белый стал То есть, белое-белое, лицо белое-белое Потому что нет ни солнца, ничего нет Постоянно сидит Вот, и так он сидит 5 лет Но он счастлив Мы с ним периодически разговариваем по телефону Почему он счастлив? Потому что он нашел в этой тюрьме себя Себя как душу И он понял, что единственное, что может ему помочь здесь Это воспевание святых имен Изучение писаний, слушание лекций И у него этого времени предостаточно Он только этим и занимается Вот, постоянно занят духовной практикой Конечно, ну, всякие сложности бывают Потому что тюрьма есть тюрьма Но мы должны понять, что мы все в тюрьме сидим И пока мы не займемся своей духовной составляющей Пока мы не начнем заниматься собой как душой До тех пор у нас будет масса-масса проблем Будем всего бояться Бояться правых, бояться левых Бояться, что нас зачипируют Бояться, что нас завакционируют Еще что-то с нами сделают Ну, как только мы начинаем заниматься духовной практикой Понимаем, что за всем, абсолютно за всеми ситуациями Стоит всемилостивый Господь И то, что происходит сейчас И то, что происходило сто лет назад И то, что происходило тысячу лет назад Все это, в принципе, одно и то же Немножко разные декорации Вот были кони, потом были машины Сейчас какие-то электронные устройства Потом опять все разрушится Я как-то давно читал про какую-то цивилизацию То ли Атлантиду, то ли еще что-то И говорится, что там были, жили продвинутые люди Которые достигли очень такого большого прогресса И они были мистиками То есть большая часть населения была мистиками И они в какой-то момент времени все вымерли А остались жить те, которые не были особыми мистиками А они жили на природе То есть занимались физическим трудом И мы можем предполагать, что там было Мы можем предполагать, что мистики Это те, у кого есть вот эти телефонные коробочки Которые могут мистическим образом соединяться Они могут мистическим образом вкладить информацию Они могут мистическим образом с помощью Различных электронных устройств Совершать массу удивительных действий Но из-за того, что эти личности, они жили И вели малоподвижный образ жизни И, соответственно, они все вымерли А остались те, кто жил, так сказать, с природой То есть на свежем воздухе Занимался каким-то физическим трудом Соответственно, ну, это Можно верить в эту историю Можно не верить в эту историю Тем более я еще рассказываю На основе того, что я давно это читал Уже плохо помню Мне просто запомнился сам смысл Того, что там происходило Вот, что Все, что угодно может быть И вопрос просто нашего выбора Что мы хотим И мы должны понять, что Духовной практикой можно заниматься Вообще абсолютно в любых условиях Где бы мы ни находились В квартире ли мы на свежем воздухе Вот, конечно, на свежем воздухе лучше Потому что, ну, все-таки тело, оно Здоровье в теле, оно имеет большое значение Для духовной практики Особенно в начальном этапе Главное, чтобы мы это здоровье правильно использовали Потому что, как правило, когда у нас появляется здоровье Энергия нас сразу подрывает Использовать эту энергию по неназначению Понаслаждаться и появляется мысль Ну, потом, когда старость придет Тогда мы займемся духовной практикой А сейчас вот, пока тело молодое Оно требуется, его нужно Как бы использовать его По многим разам, по параметрам Вот, и поэтому Ну, очень простая наша такая Мотивационная часть Что не тратит свое время и энергию впустую Занять ее духовной практикой Вот, возможностей для всех много Вопрос сейчас просто с перемещениями тяжело Но у кого получится добраться до Абхазии Кто захочет, так сказать, посвятить себя храмовой жизни Мы, как бы, всегда ждем людей серьезных Которые готовы жить Соблюдать цадхану Поклоняться Господу Изучать Писание Совершать какое-то посильное служение Самое главное, почитать просадам Потому что это Как в наших матках В нашей матке это было Было и остается всегда Основным правилом, что те, кто живет В храме, должны соблюдать Несколько принципов Это посещение Всех программ Почитание просады И совершение посильного служения То есть это вот Очень-очень важно Практика и проповедь То есть практика, как мы Практика, это то, что мы живем С сознанием Кришны А проповедь, это то, что мы Тоже живем сознанием Кришны Потому что как только мы начинаем Жить сознанием Кришны Нам, в принципе, говорить особо Никому ничего не нужно Все людям и так понятно Можно просто чашку чая Принести И человеку будет понятно Что это люди Занимающиеся духовной Практикой Но если у нас есть Какие-то свои интересы Свои корыстные Желания Свои иллюзии По поводу того, что такое Сознание Кришны Соответственно Мы опять поставили себя в центр И начинаем закручивать Вокруг себя все И, соответственно Все рушится вокруг Поэтому Также Кто-то какие-то Семейные люди Могут приезжать У нас здесь есть Несколько семей Живут в деревнях Вот Там заводят Кто-то коров заводит Кто-то огородами занимается Вот Климатические условия Ну Нормальные Лучше, чем, наверное На севере Вот Больше все растет Ну Я просто не призываю Ну Потому что Был бы сейчас такая Призыв Как бы Еще раз обустроиться Занять хорошее положение Ну Я просто скажу Почему-то у меня сегодня Вот Так Пришло такое Такое вдохновение Немного рассказать Об Абхазии Я вчера слушал Еще наших Преданных Которые Живут здесь Вот они как бы Давали там интервью Что Что можно делать В Абхазии Что нельзя Чисто такое внешне Но Я скажу По поводу Абхазии Одно Что В Абхазии Невозможно Наслаждаться То есть Если кто-то Хочет приехать В Абхазию Для того Чтобы Ну Как-то Покайфовать Очень быстро Окружающая 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 Обстановка В Абхазии В Абхазии В Абхазии И попытаться Такая страна Сюда Действительно Пытаться Пытаться В Абхазии В Абхазии Военачальников По полной мере Когда мы понимаем Что всем остаются Сожжены Может быть Не стоит их Специально Сразу же Поджигать Потому что Мы можем Не выдержать Последующих Испытаний Но По крайней мере Когда Обстановка Благоприятствует Вокруг нас И мы чувствуем Что пришло Время Предаваться Уже По полной Когда мы Уже Должны Оставить Свою Нерешительность И сомнения И полностью Придаться На волю Всевышнего Господа И заниматься Тем Чем мы Должны Заниматься А чем Заниматься Мы должны Каждый Может С абсолютной Точностью Получить ответ Первый Вопрос Что делать Это можно Спросить Непосредственно Гуру Гуру Может Сказать В соответствии С ситуацией Каждому Ученику Каждому Каждой Личности Определенные Наставления В соответствии С которыми Живот Что может Действовать Если нет Возможности Спросить Гуру Или Как-то Есть Очень простой Метод Это Погрузиться В воспевание Святого имени Джапа Медитация Дает Колоссальное Делать Как делать И зачем Делать Каждое Мгновение Нашего Времени Если совсем Нечего Делать Если совсем Тяжело На сердце Можно просто Взять четкие И начать Воспевать Святое имя Это будет Абсолютно Потому что Святое имя Это первое Служение Которое нам Дал Гуру Что мы Что мы Должны Непрестанно 24 часа В сутки И днем И ночью И во сне Всегда Воспевать Святое имя Мы должны Всегда Помнить О Господе И это Каждое Мгновение Нам будет Открывать Внутренние Откровения И Также Оно будет Показывать Как нам Действовать Во внешнем Мире Куда Пойти Что Сделать Нужно Понять Что Духовная Жизнь Она не Связана С Каким-то Таким Строгим Планом Потому что С Веджи Романом Очень часто Общались Я Веджи Роман Говорил Когда вы Планируете К нам Приехать Или Когда вы Планируете Что-то Сделать Веджи Роман Мне всегда Говорит Я Последнее Время Последние Годы Совсем Ничего Не Планирую Как Оно Получится Так И Роман Он делает Огромнейшую Работу Но В то же время Он ничего Не планирует Есть какой-то Общий план Примерно Мы представляем Что мы должны Напечатать книги Мы должны Снять Какие-то Фильмы Мы должны Сами Практиковать Мы должны Поддерживать Наши храмы Мы должны Проповедовать Каким-то Образом Проповедовать Тоже Это в соответствии С времени Местом Обстоятельств Опять же Мы повторимся Что Проповедовать Это в первую очередь Самим стать Сознающим Самим Самим Обрести Ясное видение Вообще Чем мы занимаемся К чему мы идем Это В первую очередь Почувствовать себя Себя душой Второе Почувствовать себя Зависимой душой Почувствовать Что Все В этом мире Происходит По милости Господа Абсолютно все И Нужно понять Что Господь Его реальность Это полностью Сознательная Личностная Реальность И Господь Он не какой-то Такой Суровый Суровый Судья Который Отмеряет нам Все Это В мире кармы Все очень Даже не то что сурово А беспристрастно Отмеряется нам За каждое действие Есть равнонаправленное Противодействие Но Господь Он У него все По милости То есть Когда душа Она очень низкая Не раскаивается В своих Покупках Когда она Хочет с собой Что-то сделать Хочет сделать Что-то для этого мира Хочет сделать Для других Живых существ Что-то Тогда Господу Вообще Очень Очень Легко Помогать нам У нас бывает Возвращается Гордыня наша И мы Опять Начинаем Съезжать На наш Старый план И так происходит Бесчисленное Количество раз Уже происходило Возможно У нас еще По крайней мере По крайней мере Мы сквозь эти вещи Набираемся Некого Духовного Опыта И Когда этот опыт Он Накопится До такой степени Что Бежать Больше Мы поймем Что бежать Больше некуда Тогда мы Полностью Придадимся Господу И поймем Что На самом деле Настолько просто Это должно Было Произойти Что Удивительно То что мы До сих пор Это не сделали Вот Ну Я что-то много Наговорил Немножко Почитаем Так Мы Закончили О том Что Отречение Хуже Хуже Эксплуатации Отрешение Ловит в свои Сети Даже тех Кто может быть Уверенно Шел по пути К истинному Благу Оно говорит Да Ты дошел До цели Ты добился Успеха Оно Улавливает Таких людей Во имя Высшего Бытия Отрешение Престижной Эксплуатации Люди полагают Это должно Быть и есть Высшая цель Таким образом Полуправда Опаснее Лжи Лучше Иметь дело С материалистом Чем С Майвади Если Майвади Заманят Вас в сети Саюджи Муктия Растворение В бытии Абсолюта Вам конец Никто не знает Сколько времени Пройдет Прежде чем Вы оттуда Выберетесь Если же Вы простой Материалист Вишаи К вам в дом Могут прийти Преданные Спасти вас В материальном мире Вы можете Встретить Проповедника Абсолютно Абсолютно Просто еще не домедитировал, тебе нужно немного помедитировать, и ты станешь, в конце концов, Богом. А что подразумевается Богом? Это слиться с каким-то предвечным светом, раствориться, стать с ним единым, ничего не ощущать, ничего не желать. То есть обезличить себе такое некое духовное самоубийство. Но это тоже не самоубийство, это просто душа, она погружается в очень глубокий сон. Майвайя часто пытается заразить имперсонализмом других, ибо сам страдает от этого недуга. Он думает, что безличесное освобождение – высшая цель, и старается привлечь на свою сторону остальных. И не равиндахша, а вимукта манинас твои, астамбхават, а вишутха будгая. Это на самом деле очень интересно, что приходилось встречаться с людьми, которые часто, причем, к нам сюда приходили, и во многих местах мы встречали людей, которые очень искренне верят в философию Майвады. Причем есть такие вот прям, прям вот конкретно изучают Шарирака Баши, Шанкарачари, именно традиционную шуму. И вот они, чем я понял опасность с ними общаться, что они очень глубоко верят в то, что они говорят, в то, что они проповедуют, и у них даже тени, нет сомнения, что все это правда. Когда начинаешь объяснять какие-то вещи, они даже с этим соглашаются. Они говорят, да, да, преданные, просто это часть этого всего. Вот. Ну и все это одно и то же. То есть то, что вы здесь делаете, то, с чем вы занимаетесь, что вы поклоняетесь божествам, то, что вы это делаете, то, что мы делаем, если мы не поклоняемся божествам, или мы поклоняемся Господу Шиве, или там еще что-то делать, или Ганешу мы поклоняемся. Все это одно и то же. В конечном итоге мы должны растворить свои чувства, свои желания, и в конце концов стать тем, ахам брахмас метать, то есть я есть то, там твамаси, да, то есть они говорят, ты станешь тем, то есть, и таким образом они проповедуют очень, очень такую страшную философию, потому что страшно то, что даже эти личности, они даже не понимают, а в чем, где ее проблематика, этой философии Майвады. Майвады часто пытаются заразить имперсонализмом других, або сам страдает от этого недуга, он думает, что безличностное освобождение – высшие цели, старается привлечь на свою сторону остальных. Но в их расчетах есть ошибка, о которой они не подозревают. Они сами сбились с пути и ведут за собой своих последователей. Как тот, кто сам не познал истину, может кого-либо к ней привести. Если бы он узнал ее, он бы сам шел к миру истины, но он ничего о нем не знает. Он просчитался. Я маловище времену те эти налагаюсь. Но есть еще мир чистого сознания, и достичь его может лишь тот, кого он примет. Туда нельзя ворваться силой. Именно этого не учитывают Майвады. Та субстанция, та земля независима. Материя лишена независимости, а душа в мире Майи наделена лишь иллюзорной, а не настоящей свободой. Но духовный мир создан из чистого сознания, создан из свободы. Он независим абсолютно в бесконечной степени. Когда душа, обладающая каплей независимости, примет ту землю таковой, какова она есть, то сможет в нее вступить, иначе это невозможно. Такая земля существует, вопрос в том, чтобы сделаться ее рабом. То есть наша проблема в чем, что когда мы приходим в какое-то духовное место, мы сразу можем задать вопрос, а почему здесь вот так вот, почему в том месте так поклоняются, а у вас здесь так. Вы, наверное, делаете что-то неправильно. И на самом деле, таким образом мы ищем справедливости. Но Шрилшидар Махараш, он говорит, что мы должны принять ту землю, такая, какая она есть. И по-другому в нее вступить невозможно. То есть это абсолютный принцип. И войти туда, в эту землю, может только в том случае, если мы согласимся стать рабами той земли. Главное наше достоинство – согласие стать рабом Абсолюта. Только оно позволит нам искренне стремиться к общению с Высшим Бытием. Только когда мы будем готовы принять рабство в наивысшей степени, нам позволят войти в ту сферу. Иначе у нас нет надежды. Согласиться на рабство, вечное рабство, совсем нелегко. И то, что ожидает нас в будущем, тоже рабство. Готовы ли вы так мыслить? Самое интересное то, что если мы такой план не принимаем, то мы принимаем план рабства в этом материальном мире, где вообще все бессмысленно. Готовы ли так мыслить? Столь широко должно быть ваше мышление, сколько велика надежда на то, что Высшее Существо есть. Такой великой верой и надеждой нужно обладать, чтобы ступить на ту землю. Вы подпишите обязательства, договоры. Я согласен на вечное рабство. Я хочу ступить в ту землю. Ищите свое счастье и поставьте подпись, отдав себя в рабство. Этот мир столь прекрасен, что я хочу жить в нем даже рабом. Я всем сердцем стремлюсь к той сладостной земле, где я, жалкое существо, превращусь в раба. Столь сильной будет наша вера, но перед ней померкнет весь наш опыт и даже знание. Только вера приведет нас туда. Шрадха, вера в преданность Кришне – это материал, из которого там построено все. Это земля веры. Там всем правит вера. Там нет расчета, грабежа, воровства или обмана. Там нет этих ужасных мыслей. Я всегда настороже, чтобы меня не обманули. Вокруг так много обманщиков, как бы меня не обвели вокруг пальца. Такие мысли определяют материальную жизнь. Это скверная жизнь. Нужно найти такую землю, для которой, естественно, отсутствие обмана, расчета, выгадывания. Там все добры, все стремятся что-то отдать другим. Там каждый помогает продвигаться вперед к величайшему избах. Такая земля есть, и стать ее рабом в действительности означает стать господином. Того, кто сильнее других, стремится к рабству, все почитают главой. Так бывает у националистов, и главой становится тот, кто больше других готов принести себя в жертву. Готовный к самопожертвованию. Главное достоинство лидера. Как правило, люди верят тем, кто многим пожертвовал для страны и выбирают его вождем. Но здесь, в материальном мире, любовь к родине – лишь продолжение эгоизма. Любовь к родине – лишь продолжение эгоизма. Потом они начнут воевать с другой страной, или под именем гуманизма будут воевать с минералами, растениями и животными. Люди строят великую цивилизацию за счет растений и минералов. Члены цивилизованного в кавышках общества просто эксплуатируют природу. И чтобы отдать долг, им придется заплатить все до последнего гроша. Хареи Кришна. Ну, вот на этой радостной ноте мы закончим. Очень вдохновляющие слова Шилашидара Махараджи. Который у нас... Все его книги пронизаны. Особенно вот эти книги «Проповедь родителей преданностей». Они буквально все пронизаны такой мотивационной идеей. То есть, что мы должны понять свое положение. Что мы должны осознать, что из себя представляет духовная реальность. И чем мы должны готовы пожертвовать ради этой духовной реальности. Харе Кришна, дорогие преданные! Харе Кришна, ядавая намаха. Харе Кришна, ядавая намаха. Харе Кришна, ядавая намаха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ваннах гуру варгах и джаи нам а чарьяши лахаридас такурки джаи нан коти вайшнавринда и джаи жива вады в виде акушана киджаи жива вишма вадь акурки джаи народ там симонанда шини вас чарья пробуки джаи шилов риндаундастах урки джаи шелокришндахсквираджи Саддхасвами Вриндавана Сапаршадаши Нитяндапрабху Сапаршадаши Манмахапрабху Джайши Ширада Кришна Гопи Гопинат Шяма Кунда Рада Кунда Гирига Вардхана Шудха Бхакти Вигнавинаши Шинри Симхадев Бахта Прабара Прахада Махараджи Тулуси Махарани Ганга Емунаджи Грантараджи Манбхагатамштейн Жизнь Вишнава Раджи Сапхы Шиданья Сарасват Матхы Шидам Майпур Шидам Бадвиб Вриндаван Парашотан Дхам Бхадева Сапхадра Джаганатха Смайэтта Вишнава Мандава Смайэтта Бахта Вринда Хринам Санкиртана Жизнь Вишнападжа Бхакти Бималавадут Махараджи Жизнь Вишнападжа бахти судхир гасла и махарашки я не останавливаю бахти нир мало чаре махарашки я делаю лишь на падшего бахти разом хорошки идеи читание сразу от матка чарев ринды киджа ищи под видео роман пробудки я жила бахти амрит махавир махарашки я бахти ашраи данде махарашки я щемать и бахте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Желаем всем хорошо отойти ко сну, почтить просатайся, кто голодный, почитать мантру, почитать Священное Писание, посмотреть духовные фильмы, пораньше лечь, пораньше встать, прочитать утром побольше кругов мантры, хорошо помолиться. Всем дадаваты бахты и вринды, если Бог да, завтра свидимся. Всем рябов!